Наш драгоценный брат Иордан из Добрича. Давайте поприветствуем брата. Хочу немножко так сказать. Хотя бы одну минутку. Иордан, ты мне приведешь. Как плохо быть опаздывающим? Например, сегодня опоздал человек. На проповедь. Ну, стоят пастор Геннадий, стоят брат Иордан. Или кто-то включил позже телевизор. Или някой, может быть, се включил телевизор или компьютер малко по-късно. А, и так смотрят. А, ну, пастор Геннадий мы знаем. И гледа така, да, пастор Геннадий, го познаваме. Основной говоритель. Основният говорител. Брата Иордана тоже мы знаем. И брат Иордан също го познаваме. Он иногда переводит. Той понякога привежда. Но сегодня что-то странное происходит. Но днес случва нечто странное. Пастор говорит. А переводчик его уже перевел. Преводача вече е перевел. Пастор говорит. Пастор го говори. А брат Иордан уже перевел его. А брат Иордан вече го е перевел. Но че-то пастор так тормозит. И нечто пасторът дава с пирачки. Что говори сегодня после переводчика. Че говори след приводача. И пока человек разберется, понимаете, да? И докато человек разбере какво става. И посмотрите как некрасиво бывает. Ну, пришел человек, сел, да, во время проповедника. Вижте колко некрасиво се получава. Человек идёт, сяда по време на проповедника. Ничего не понимает. Нищо не разбира. Главой вертит направо-налево. Върти глава наляво и надясно. Что это у Иордана сегодня? Какво прави този Иордан тут? Слово знания, слово мудрости. Слово на знание, слово на мудрость. Дар чудотворения. Дар чудотворения. И вообще перед пастором говорит вообще. И вовште говорит преди пастора. Ну и дойдет уже к нему и к концу проповеди. И вовште уйдет к края на проповеда. Поэтому лучше не опаздывать, правда? Затова по-добре, да не закаснявате. Значит, передаю слово сегодня Иордану. Я сегодня буду его переводить. Мы меняемся местами. Значит, придавам думата на Иордан. Нес си разменим и местата. На самом деле Иордан не только переводчик, он и проповедник. Във всъщност Иордан и не само переводача, а и проповедник. Говорит редко. Рядко говори. Но метко. Но забележително. Поэтому мне лично как пастор хочется, чтобы Иордан почаще проповедовал. Аз като пастор бих искал Иордан да проповедва почаще. Тогда я чаще буду отдыхать. Така ще се почувам повече. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарим Те, Господи. Мир на всички Вас. Да, Боже, мы Тебя благодарим. Пусть всем нам будет мир. Мир на всички зрителей на болгарско-христианская телевизия. Мир всем зрителям, которые смотрят болгарско-христианское телевидение. И аз бих желал да пребивавате в този мир. Я бы очень хотел, чтобы все вы пребывали в этом мире. Което не может да бъде объяснен. Который не может быть объясним. И не может да бъде схванат с человеческим от ум. И не может быть схвачен с человеческим нашим разумом. Знаете ли, скапценные братья и сестры. Драгоценные братья и сестры, знаете ли вы? Аз не очаквах, че нашият хор ще завершатся с една прекрасна евангельска песня. Я не ожидал сегодня, что наш хор сегодня закончат с такой прекрасной евангельской песней. Вероятно, Святой Дух ги побудил да пеят тази песен. Вероятно, Сам Святой Дух побудил их эту песню сегодня. Защото тя ми дава чудесна основа. Потому что эта песня дает мне очень хорошую и чудесную основу сегодня. За това как да започна. Как начать сегодня. И тази песен връща в 90-те години. Эта песня меня возвращает в 90-е годы. Когато Българска церква беше славна. Когато Българска церква была в славе. Когато славата Господня беше зад нас. Когато слава Господня была за нами. Когато хора се изцеляваха с хиляди по стадионите. Когато люди изцеляли по стадионам тысячи. Когато младите хора ходиха по кофенетата. Когато молодие люди ходили по кофейни. И проповядваха смело и без страх на клиентите. И проповядвали смело и безстрашно людям. Когато милиони Българи се покаяха и приеха Христос. Когато милиони Българ покаялись и приняли Иисуса Христа. И ние всички испытваме носталгия по тия времена. Мы все буквально испытываем ностальгию по тем временам. Но в един момент слава Господня се вдигна от Българската церкви. И хората в началото не разпознаха този сезон. И люди в начале даже не поняли, что произошло в этом сезоне. Продолжили по инерции. Да се молят. Молиться. Да полагат ръце. Возлагат руки на больных. Да правят исповеди. Изповедват людей. Но това вече не работеше. Но это уже перестало работать. Аз виждам много хора, които сега ходят по церквите. И аз сейчас вижу очень много людей, которые ходят по церквям. И които отиват с надежда да бъдат изцелени. И которые надеются, что они опять будут изцелени. Но не се изцеляват. Но не изцеляют. Многие мои приятели, с които започнахме заедно в церквата в град Добрич. Множество моих приятелей, с которыми мы вместе когда-то начали в церкви в Добрич. Умряха съвсем млади от различни болести. Умерли съвсем молодыми. В очень молодом возрасте от различных заболеваний. И всичко това е много тъжно. И все это очень тяжело на самом деле. И това доведе до ино разделение среди верующих. И довело до разделения среди верующих. Люди в церкви разделились на высокий церковный сан и на обычных людей-прихожан. И одни и другие буквально стоят друг против друга с камнями. Аз разбирам и двете страни. Я понимаю обе стороны. Но това не доводит до исцеления. Но это не доводит до исцеления. Проповедниците от своя страна. Проповедники со своей стороны. Започнаха да проповядват горещу от Анвона. Начали говорить очень горячо с кафедры. И несъзнательно започнаха да использоват Божието Слово като бич. И несъзнательно начинают использовать Божието Слово как бич, как плеть. С надеждой, что они пробудят таким образом верующих. Но това не работе. Но это тоже не работает. Наблюдаваме го вече 20 години и няма никакъв плод в този стил на проповядване. Наблюдаем это уже 20 лет, что такой стиль проповядвания не работает. Тогава къде е проблема? Тогда где проблема? Может быть поради това, че живеем в последние времена? Может быть по той причине, что мы живем в последние времена? В котором знаем много добре по Слово, че хората ще станат зли, что люди станут злыми, неблагодарными, непочтительными. Няма да уважават родителите си, неуважающих своих родителей, пастырей своих политиков, тренера на националния отбор по футболу. Трениров по национальному, на национальния сборни по футболу. И дали тази ситуация е повлияна от духа на последното време? Още виднеш. А повлияна ли тази ситуация от духа на последното време? Повлияла ли тази ситуация на последнее время? Нека да отворим Божието Слово. Давайте мы откроем Библию. Знаете ли, с удивление ще видим, че този проблем е на 2000 години. И аз в тези стихови спокойно мога да сложа думата о болгаре. И в эти стихи я могу спокойно поставить слово болгаре. И малко хора ще разберат, че става вопрос за един народ, който е живял преди 2000 години. И не много людей поймут, что стоит вопрос от тех людей, которые жили 2000 лет тому назад. И така некогда видим в послании только в Галатяне 3 глава. Послание Галатам 3 глава. От 1 до 3 стих. Неразумник Галатяне. О несмысленные Галаты. Кой ви умая? Кто престил вас? Та вече не вярвате на истината. Не покоряться истини. Макар предучите ви, вас, у которых пред глазами Иисус Христос, да бе изобразен така, предначертан был Иисус Христос. Всякаш и распънат сред вас. Как бы у вас распяты. Искам само това да научу от вас. Все только хочу знать от вас. Через дела по закона ли получихте духа? Через дела ли закона вы получили духа? Или като повярвахте това, което чухте? Или через наставление вери? Аминь. Аминь. Виждате ли? Галатяните имаха същия проблем. Видите ли, что галатяне, галаты, тоже имели точно такую же проблему? Те започнаха по духа. Они начали с духа, по духу. И продолжиха да се усъвршенстват в плотта. Но продолжили усъвршенстват по плоти. И по нататък ще видим, тъй като ще тестирам много стихове днес от книга та галатяне. И чуть позже мы увидим, я буду цитировать очень много стихов сегодня по галатам. Чете станаха исключительни майстури. Что они стали исключительними мастерами. Вовтва да следват закона. В том, чтобы следовать закону. Хора куиту получиха святий дух и които бяха спасени от проклятиято на закона. Люди, которые получили святого духа и были спасены от проклятия закона. Те забравиха затова. Они просто забыли. И продолжиха по плоти. И продолжили по плоти. Днес, къде проблемат в наши дни? Сегодня где проблема? Не живем в 21 век. Мы живем уже в 21 веке. В веке познание. Веки познания. И това познание не е обкръжило. И это познание нас окружается отовсюду. Тотално. Тотально. То е навсекъде. Оно везде. В интернет. В интернет. На работните места. На рабочих местах. В всички масс-медиа. Во всех масс-медиах. Телевизия, радио. Телевидение, радио. В вестнице, списание. В газетах и других журналах. И това разбирается, че има свои положительные стороны. Конечно, это имеет свои какие-то положительные стороны. Но главная опасность е в това. В том. Че ни. Что мы? Които бяхме призвани да живеем по духу. Которые были призваны жить по духу. Ни. На които Христос даде наполно новое естество. Мы. Которому Иисус Христос дал абсолютно новое естество. Природу. Забравихме, че сме нови создания. Мы забыли, что мы являемся новыми творениями. И не живеем наши человеческие жизни. И мы живем наши человеческие жизни. По плоти. Мы. Мы. Се концентрируем и постоянно вверху закона и религията. Постоянно концентрируемся на законе и на религии. А знаете ли Иисус Христос не дойде за да продолжим да живеем религиозен живот? Но вы знаете о том, что Иисус Христос не пришел для того, чтобы мы жили вообще по религию. В сущности Той даде нещо наполно новое. Он принес нам и дал нам совершенно что-то новое. В 2 Коринтияни 5, 17 Во 2 Коринфянам 5 глава 17 стих Иисус Христос через устата на апостол Павел казва Иисус Христос через апостола Павла сказал И тъй, който принадлежи на Христос Те, которые принадлежат Христу Тое новое создание Является новыми творениями Древното или старото премина Древнее все прошло Всичко стана ново Теперь все новое В английската Библия В английской Библии Там, където пише ново създание Там, где написано новое творение В някои преводи се казва All new creation Наполно ново естество Същество Създание Да, в некоторых английских переводах Говорит о том, что Полностью Новое создание Новое творение Новое естество В нас няма нито иначе частичка От стария човек В нас нету Ни одной частички От старого человека Ние сме Сътворени по Нашият дух Който ни е даден В момента на повярването ни Мы сотворены по тому духу Который дан нам В момент уверования нашего По совсем различия начин По совершенно другому принципу И это отново в Ефесяне Вторая глава шестой стих В Ефесяна вторая глава шестой стих Господь казва Господь говорит И като не се воскреси И так как Он нас воскресил Сложени да сидим В небесни места В Христа Иисуса И воскресил нас На небесных местах Во Христе Иисусе То есть наш дух Вече е в небесни места То есть наш дух Находится в небесных местах На небесах И следващото И следующее Първото нещо Което Бог Отец Каза на Своя Син На река Юрдан Первое Что сказал Отец Своему Сыну На реке Юрдан Тогава Когато Святия Дух Слезе под формата На гълът върху Него Тогда когда Святой Дух Сашел на Иисус Христа Види голубя И ето в Марк Първа глава Единайстите стих В Евангелие от Марка В первой главе Единайстите стих Са думите на Отец Слабая Отца И дойде глас От небесата И пришел Голос неба Ти си Мой възлюблен Син Ти Мой възлюблен Син В Тебе Е Моето благоволение В Тебе Мое благоволение Бог не направи Възлюбени Синове Бог Он нас делал Възлюбленими Синами Къде тук е Старото плъско естество Где е здесь Старая плъсиная природа Там Заковано на кръста Она заковано там На Голгоском кресте Какъв е Проблемът на хората Които се борят С продължаващи грехове Какие проблемы У тех людей Которые продолжают боротися С грехами С различными Те гледат В погрешното огледало Они смотрят В искаженное зеркало Това огледало Което Им е поднесено От интернет От медиите От проповедници Които не разбират Същената На Божието послание Это такое зеркало Которое подносится Телевидением Интернетом Или теми проповедниками Которые не понимают Вообще Сущности того Что сказано В Библии И те си казват И они говорят О Ако само имах Мало куповичи воли Но если бы я имел Чуть-чуть больше воли Щрях да бъда Такъв последователен Като царь Давид Я бы был таким же Последователен Как царь Давид Щрях да бъда Като апостол Павел Был бы как апостол Павел И за да го подкрепят Този човек И чтобы подкрепить Этого человека Всички около него Почват да му говорят Колко е грешен Все люди Которые его окружают Начинают ему говорить Насколько он Грешный человек И той продолжава Да живее в този капан И этот человек Продолжает жить В таком капкане Докато Господ Иска нечто Совсем другое В то время Как Господь Хочет от нас Совершенно другого Той иска Да повярваме Че сме възлюбени Синове и дъщери Он хочет Чтобы мы поверили Что мы являемся Возлюбленными Сынами и дочерями И В И Вече Не я живе Но Христос Живее в мен И уже не я живу А что живет во мне То живет во мне Иисус Христос Не можем Да се усовершенствуем С човешки усилия Мы не можем Усовершенствовать С своими Человечскими усилиями Тази стара Человеческая природа Не може Да бъде победена Эта старая В Галатяне Трета глава Десяти стих Вы знаете Я с удивлением Обнаружил Что написано Послание Галатам В Третьей главе Десятый стих Где проблема На верующих в Болгарии Верующих в Болгарии И это Читат Галатяне Три десет Галатяне Три десет А всички Които се облягат На дела По закона Все Которые Полагаются На дела Закона Се намерят Под проклятие Находится Под проклятием За чтото И писано Потому что Написано Проклят Да и всякий Които не исполнява Постоянно Всичко Постоянно Все Което е писано В книгата На закона Что написано В книге Закона Может быть Си мислите Сега Че Вие Не уплываете И не Живете По закона Может быть Вы думаете Надеете Что вы живете Не по закону За съжаление Аз Виждам Съсем Другое К сожалению Вижу Совершенно Другое Хората Вярващите Наполно Се Потопиха В религията Люди Верующие Полностью Потанули Буквально Утанули В законе Делах Закона И в религию И в религию Те Се Въображают Че Като Извършват Своите Религиозни Обряды Они Въображают Что Когда Они Съвршают Свои Бесконичные Религиозные Обряды Ще Израст Духовно И Ще Угодят На Бога И Что Этим Будут Угодны Богу Невозможно Невозможно Мы Не Можем Да Угодим На Бога За Что Мотивы Не Са Погрешны А Не Говорю Что Это Плохо Молиться Читать Библию Да Спазваме Благоприличия Соблюдаем Какие-то Такие Благоприличия Но Акцентирование На Тези Нешта Но Акцент На Этим На Этих Вещах Не Водит До Религия Приводит К Религии И В Момент В Което Се Потупим В Религията И В тот Момент Когда Мы Утонем Вот В Этой Религии Подпадам Под Удар Мы Подпадаем Под то Что написано В послании Галатам Третья Глава 10 Под Проклятие И Това Проклятие Го Виждаме В Христовата Церкви В България И Это Проклятие Мы Сеодни Можем Увидить В Церкви В Българии Хората Живеят В Бедност В Болест Люди Живут В Болезнях В Бедности Докато В същото Время Несмотря На то Что В Это же Самое Время Господ Протяга Рыка От Небес И Не Казва О Неразумни Българи О Неразумные Българи Защо Оставихте Пълнотата На Святия Дух И Искате Да Се Усъвршенстват В Христианската Религия И Хотите Усъвршенствоваться Через Христианску Религию Нема Не Виждате Неужели Вы Не Видите Что Болгарский Народ Не В Следва Что Болгарский Народ Мне Не Не Следует Потому Что Он Никогда Не Будет Следовать За Религиозными Обрядами За Религию Никогда Не Будет Следовать За Религиозными Обрядами За Религией Исус Беше Анти Религиозен Играч Исус Был Абсолютно Анти Религиозен А Ако Ако Ние Проповядваме Евангелието На Христос На Хората Если Мы Проповядуем Евангелие Исуса Христа Людям Тук Нямам Предвид В Церквите Не Само В Церквите Я Я Я Не В Церкви А И На Улиц Сред Наши Приятели Близки А Так На улице Приятелям Близким Знакомым То Тогава Хората Ще Не Следват Тогда Люди Будут Нам Следовать За Чтото Исус Проповядваше Евангелие То Новата Вест И Хората Го Следваха На Огромни Толпи И Люди Следвали За Ним Тогда Тысячами И Ако Днес Те Не Следват Я Сем Белик Это Ясный Знак Че Мы Проповядваме Другое Евангелие Че Наш Жизнь Проповядва Другое Евангелие Преди Два Месяца Два Месяца Тому Назад Видях Один Мой Приятел Я Видел Одного Моего Приятеля Да Се Разхожда В Парка В Добрич Он Прогулился По Парку В Добрич И Спрях Да Говоря С него И Я Немножко Становился Чтобы С ним Поговорить И той Започна Полека Полека Аз Умышлено Поведох Разговора Към Вярата И той Започна Да Говори Лошо Против Църквите И Против Вярата И Он Начал Говорить Что-то Очень Плохое Против Церкви Против Веры За Съжаление Много От Нещата Кои Казва Ще Бяха Верни Но Аз Молих На Бога За Мъдрост За Слово На Знание И Извен Дойде И И И И В Этот Момент Пришла Интересная Идея В Ум Ему Казах Приятелю Я Говорю Ему Приятел Ты Стал Христианин И Той Направил Такие Големи Очи Беше Толкова Удивлен Че Не Можа Да Ме Отговори Нищо Был Настолько Удивлен Что Ничего Не Смог Ответить Мне Ему Казах Знаешь Ли Я Защото Исус Също Беше Преследван Не От Религиозните Водачи Те не го Разбираха И го Отхвърлиха Наполно И Просто Отрицали Его След Това Нищо Той Около Пять Минут Молчай Не Можа Дак Нищо Повече После Этого Он Где-то Минут Пять Молчал И Ничего Не Мог Ответить Видите Ли Я Мог Б Спорить С Ним Долго Я Образован Человек Начитан Познав История Я Образованный Человек Начитан И Знаю Историю Но Колкото И Примери Да Му Бях Привел От Историята Той Винага Щеше Да Ми Даде Контра Аргумент А Когато Му Казах Истинското Евангелие Че Христос Дойде За Да Разбие Религиозните Системи В този Свят Чтобы Разбить Религиозные Системы Этого Мира И Да Даде На Хората Новое Систество Нов Живот И Пришел Чтобы Дать Людям Новую Природу И Тва Нечто Го Грабна И Это Его Захватило Затова Никога Никогда Не Используйте Словото На Бога Като Бич Срещу Своите Невярваши Познати И Приятели Не Используйте Божье Слово Как Плеть Против Своих Знакомых Близких Соседей Друзей Потому Что В этот Момент Мы Выходим Из-под Благодати И Попадаем Под Проклятие Тоже Попадаем Под Проклятие И В Слышно Во Галатяне Третья Глава Двадцать Четверти Двадцать Пяти Стих Послание Галатам Третья Глава Двадцать Пят Стих Не Виждами Че Закон Им А Сам Беш Даден На Хор Топу И Единственная Причина Мы Можем Увидеть О том Что Закон Всего Лишь Был Детоводителем Галатяне Три Двадцать Четвер Двадцать Пять Три Двадцать Пять Галатяне Така Че Закон Беш За Нас Детоводител Или То Наставник Учитель Таким Образом Закон Нас Детоводителем Наставником Учителем Да Не Доведе При Христа Чтобы Довести Нас К Христу Но Следи За За Да Се Управдаем Через Вяра Чтобы Мы Были Оправданы Через Веру Но След Идване То На Вярата Но После Того Как Вера Приходит Не Сме Вече Под Рэководство Тому Мы Больше Не Под Законом Разбирате Закон Исполнит Свою Роли Понимаете Либо Что Закон Он Уже Свою Роль Исполнил В момент В Което Смеприли Христос В тот Момент Когда Мы Приняли Иисуса Христа Не Попадаем В Обсега На Совсем Друг Закон Под Закон На Любви И Тогава Само И Только Тогда Осознавая Кои Сме Ни Чи Не Сме На Полно Ново Создание Что Мы Абсолютно Новое Творение Можем Да Влезем В Сверх Естествен Мощ На Бога Можем Просто Войти В Сверх Естествен Мощ Силу Всемогущего Бога Может Би Това И Не Что Новое Не Още В Старий Завет Еще В Старом Завете Ветхом Господ Дади Преобраз На Този Нов Живот Господь Дал Преобраз Вот Эта Новая Жизнь Аз Нямам Время Сега Да Разглежда Много Историй От Стария Завет Но Ще Ви Дам Само Един Кратичек Пример Ви Разбира Се Може Би Ще Сетите За Още Много Други Пример Но Аз Искам Да Ви Напомня За Могащите Войни На Цар Давид Но Я Хочу Сег Вам Напомнить Могучих Воинов Царя Давида Които За мен Са Много Добър Преобраз Который Для Меня Это Такой Очень Хорош Пример Преобраз Какви Ние Можем Да Бъдем Как Плод Можем Да Дадем Как Можем Можем Им Друг Живот Знаете Ли Тези Хора Живяха В Стария Завет Все Още Не беше Пролята Крвта На Исус Те Нямаха До Новото Создание У них Не бала Доступа К новому Творению Новой Природе И Всички Тези Тридесетиседем Могащи Маже И Все Эти Тридесетисем Могучих Мужчин Господ Ги Даде Давид Господ Дал Давиду В Времето Когато Той Беше Изгнанник В Тот Момент Когато Царь Давид Был Изгнанником Когато Живееше По Пещерите Преследван Като Он жил В пещерах И скитался Как Дикий Зверь Каких Людей Послал Ему Бог Спец Настоящий Спец Настоящий Тренирован Отлично Тренированные Нет Тебя Убийцы Нет Они Были Убийцами Должницы Должниками Преступники Преследования Закона Преступники Которые Были Преследованы Законом Но Когато Си Докоснаха Но Когато Коснулась До Царь Давид До Будущего Царя Давида И Гледаха На Неговата Вяра И Негови Живот И Когато Мы Смотрим На Его Веру И На Его Жизнь Они Смотрели На Его Веру И На Его Жизнь И Те Си Преобразяваха Они Преображались День След Днем День За Днем До Тогава До Такого Момента Докато Станаха Страховита Сила Пока Они Не Стали Ужасно Силой Скажите Ме Возможно Ли По Плот Един Мъж Да Убие Осем Стот Човека В бой За Един День Один Один Мужчина Убивает 800 Мужчин За Один День Невозможно Това Даже В комиксах Тего Нема Невозможно Даже В комиксах Такого Не Найдешь И Можете Прочитать За Останалите Как Дела Извршваха За Других Мужчин Как Дела Они Делали Как Извршаха Те Тва Нечто Как Вообще Они Могли Такое Делать Когато Позволиха На Святия Дух Да Преобрази Сърцата Им Те Повярваха Че Могат Да Бъдат Нещо Различно Вземете На Един Човек На Една Нация Вярата Взмите Одну Нацию Одного Человека Веру И Те Ще Превърнат Просто В толпа В Роби Они Могат Превратиться В одну Толпу Робов Защо Мислите Че Когато Дадени Хора Са В Робство Почему Вы думаете Что Если Эти Люди Находятся В Робстве Какие Нибудь Люди Находятся В Робстве Первая Задача На Тех Ните Порубители Первая Задача Их Прародители Прародители Да 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 Причупят Волята Им Сломать Их Волю Да Им Вземат Достоинство Забрать Их Достоинство За Да Могат Да Ги Управляват Лесно За Това Христос Винаги Ще Ви Казва Нещо Различно Поэтому Иисус Христос Всегда Говори Что-то Другое Различное Негове Тапел От 2000 Годиня На Саме Едини Също Излезте От Този Свят Не Съобразявайте С този Свят Какво означава Това Да Отидем В Монастирите Что это Значит Уйти В Монастир Нет Да Живем По Друг Начин Да Живем По Другим Принципам Да Гледам И В Другое Огледало И Аз Искам Да Ви Прочитам Хочу Вам Прочесть Сегодня В В Галатяне Послание Галатам Момент Извините Четернайси Пятнайси И шестнайси Послание Галатам Третья Глава Третья Да Третья Глава Четырнадцатый Пятнадцатый И Восемнадцатый Стихи Пятая Глава Да А да Пятая Глава Послание Галатам Пятая Глава Четырнадцатый Пятнадцатый Восемнадцатый Стихи Да Потому что весь закон, он в одном значении. Люби ближнего, как самого себя. Если вы друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были изтреблены друг другом. Поэтому говорю вам, живейте според изискванията на духа. Живите по духу. И няма да исполнявате прещевките на плоти. Защото плоти желает противното на духа. Потому что плоть желает противного духу. А духа противното на плоти. Те се противят един на друг. А не противятся друг другу. А ако живеете според духа, Если живете по духу, Вие не сте вече под закон. Вы уже не под законом. Това е сущината. Это сущность. На то, как да излезем от старого естества, От закона и от религии. Как выйти нам из старой природы, Из-под закона и из-под религии. А ако живеем според духа, Если мы живем по духу, Не вече не сме под закон. Мы уже не под законом. Старое естество. Старая природа. Религия. Религия. Закон. Закон. Наши человеческие пороки и слабости, Те вече нямат сила. Уж больше не имеют никакой силы. Как благодарение на голяма самодисциплина? Что это? Благодаря большой самодисциплине? Не. Точно по тази причине. Точно по этой причине. Крестът винаги е бил соблазн. Крест всегда был соблазн. За невярващите. Для неверующих. За сожалению и за някои неверующие. К сожалению и для некоторых верующих. Защото на нас по-человечески не е трудно. Потому что нам по-человечески трудно. Да схваним това безумие. Понятието безумие. Колко е простичко. Как просто. И ние не трябва да сме много учени. И не нужно быть ученым. За да схваним тая простичка истина. Что понятието простое истина. Ние вече сме ново създание. Мы уже новые творения. Но така както по времето на... Может быть первата церковь бяха некви сверхчовеци. Может быть первая церковь это были какие-то сверхлюди. Не. Нет. Читая Новый Завет. Читая Новый Завет. Ние виждаме, че те също понякога залитаха. Мы видим, что они тоже иногда ошибались. Помните ли апостола Петра? Помните ли апостола Петра? А той между прочим е чудесен пример за това. Какво человек може да постигне, когато осознает, че е ново създание. Это очень, кстати, хороший пример того, что как человек може... Преобразиться и стать новым творением. Апостол Петр имел шанс Да завърши най-якият библейски университет на древността. Закончить самый невероятный библейский институт. На него му преподаваше професор Иисус Христос. Потому что ему преподавал сам професор Иисус Христос. И обаче каков беше плода Но, однако, какой был плод На това обучение? Этого обучение. Венеца на това обучение Венцом этого обучение Беше да отрежи ухото на един человек. Было отрезать уха Одному стражу. И да се отрече три пъти от своего учителя. И три раза отрече от своего учителя. И точно това нещо го докара до дълбоко покаяние. И точно это довело его к очень глубокому покаянию. Той осознал своето бесилие. Он осознал свое собственное бесилие. Бесилието на човешката същност. Бесилие своей человеческой природы. И кога започне той да върши чудеса? И кога он начал творить чудеса? Венага след библейския университет? Точно после окончания этого библейского университета? Нет. Когато прие силата на святие духа? Кога принял силу святого духа? И той се исполни с нова неподозирана мощь. И он исполнился с новой невероятно передозированной мощью. И старото му имя беше Трастика. Старое его имя имело значение Трастник. Но стана камък, скала. Но новое имя переводят как камень. Скала, канара. Той е същия страхливец. Он бил погливым человеком. Трусом. И излезе с риск на живота си пред огромна толпа в Иерусалим. И потом он вышел перед огромной толпой в Иерусалиме. Той беше евреем. А он был евреем. Той знаеше какво може да последва. Он знал, что можете его ожидать. Можеха да го распънат на крест, да го прибият извън града с камъни според закона. Да, его могли так же распять на крести или побить камнями по закону. Но излезе без страха. Но вышел без страха. И същия ден се прибавиха колко хиляди души. Три хиляди души. И в этот же день прибавилось, присоединилось к церкви три тысячи. Три хиляди души. Тогава, когато апостолите осъзнаха своята безпомощност. Это было точно тогда, когда апостоли осознали свою безпомощность. И приеха Божията неограничена мощь. И приняли Божию неограничену мощь, силу. Ако искаме, если мы хотим, да приносим изобилни плодове, приносить преизобильный плод, плоды, трябва да поступим като апостол Павел. Нам необходимо поступать так же, как апостол Павел. Да забравим всичко. Да се отречем от всичко. От речи от всего того. От опита си. От своего человеческого опыта. От голямата си човешка мудрост. Свои большой человеческой мудрости. За да придобием онова скапоценно нещо. Чтобы приобрести что-то очень драгоценное. Новото естество. Новое природо. Новое човек. Новое човек. Което вече няма нищо общего. Который не имеет ничего общего. Со страх. С колебаниями. С неуверенность. С неуверенностью. Господь дал мне дух. Господь дал мне дух. На сила. Силы. Ловский дух. Ловское помазание не дал. Лысков. Помазание льва. И ние сме способны. И мы способны. Да извършваме велики дела. Творить велики дела. Има един уникален човек. Есть един уникальный человек. За да не си... Ще ви расскажа накратко за него. Немножко, ну, хочу рассказать о нем. За да не си помислите. Что бы вы не подумали. Че само по времену на апостолите беше возможно. Что только во времена апостолите такое было возможно. Человек как се казва Джон Молинде. Человек по имени Джон Молинде. 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 Той приобърнал цялата нация. Он повернул целую нацию. Повлиял. Тогава, когато осъзнава. Че има някакъв проблем в неговото служение. Той вършил всичко правилно. Он все делал все правильно. Полагал и реце на болни. Возлагал руки на больных. И хора се се исцелявали. И люди исцелялись. Проповядвал. Проповядвал. Даже си е продал цялото имущество. Даже продал все свое имущество. Той притяжавал един апартамент. У него бъл одна квартира. Която е заработил, докато е бил банков чиновник. Которого он заработал, когда был обыкновенным банковским чиновником. И дарил всички пари за Евангелието. И подарил все свои деньги для Евангелия. На Евангелие. Но въпреки това. Но въпреки этому. Разбира, че има някакъв проблем. Он все еще осознал, что есть какая-то проблема. И когато се обръща с цялото си сърце к Бога. И когда он обратил съвсем своим сердцем к Богу. Бог го изобличава напълно. Бог его очень сильно обличил. И му каза, какво? Мислиш ли, че си станала голяма работа, защото си даде апартамента? Ты думаешь, что ты делаешь большую работу сделал, когда продал свою квартиру? Мислиш ли, че си голяма работа, защото полагаш ръце и болни се исцеляват? Ты думаешь, что ты делаешь большое дело, когда возлагаешь руки на больных? И така нататък не искам да разказвам всичко. И так далее и тому подобное. Не хочу подробно рассказать. След като той преживява полно изобличение от Господа. Но после того, как он пережил полно обличение от Господа. Той си отричал всичко. Он отрех се от всего. И издига глас точно като Йов. И возкликнул своим голосом точно как Йов. Аз и кай, Господи. Говорил съм за неща, за които нищо не съм знаел. Я каясь при Тебе, Господи. Говорил съм за неща, за което нищо не съм. Я говорил о таких вещах, которые я сам на самом деле не понимал. И знаете ли, как его следовало? И вы знаете, что последовало? Те собили в джунглах заедно с Духовным Советом. Они были в джунглях с одним таким Духовным Советом. Там, где он пережил вот это полное обличение и перемену. И возвращаясь из джунгли. Още первое село, через которое они проходили. Преживяват това, което са преживели апостол Петер и Павел. Преживало все то, что переживала когда-то первоапостольская церковь. Стотици хора. Сотни людей. Се исцеляват. Изцелилась. Сянката им само исцелява хора. Только одна тень этих людей исцеляла больных. И в този день нататок тази волна не спира. С этого дня и дальше эта волна, она не останавливалась. Докато не се променит цялата нация. Пока не изменилась вся нация. Това е много хубав пример. Это очень хороший пример. Который иллюстрирует. Същността на това, което исках да ви кажа. Сущность того, что я сегодня хотел вам сказать. Че нашите человеческие методи. Що наши человеческие методы. Могат да дадат много маленько плод. Могат принести един небольшой плод. Но ако искаме. Но если мы хотим. Да се докоснем до Божията неограничена мощ. Прикоснувшися к Божьей неограниченной силе. Така че да се променят всички хора около нас. Наци. Так, чтобы изменилась или трансформировалась вся наша нация. Все люди, которые окружают нас. То треба да позволим на Христос. Да боди Господь на цялото неестество. Да осознаем, кой сме в Христос. То просто нужно позволить Богу что-то в нас поменять. Осознать, кто или кем является на самом деле Иисус Христос. Помните ли случай, когато една группа евреи? Помните ли вы тот случай, когда одна группа евреев? Това е в книгата Деяния 19 глава. И это написано в книге Деяния 19 главе. Видяха какво върши апостол Павел. Видят, что делал апостол Павел. И решиха и те да му подражават. И они решили тоже му подражать. Това не бяха случайни хора. И это были не случайни люди. Те бяха сыновей на иудейский первосвященник. Они были сыновьями иудейского первосвященника. И те уйти до болни. И они пошли к больным. И казаха в имято на Иисус, кого то проповядва апостол Павел. И они говорили этим людям в имя Иисус Христа, которого апостол Павел проповедует. Будьте исцелены, освободены. Будьте свободны. Но какво си случи? Но что потом произошло? Злите духови Злые духи Се обърнаха и едва мне ги разказаха. Обернулись к ним и едва их не разорвали. Защо? Почему? Защото исповед без Христос е куха. Потому что исповед без Иисус Христос е на апостоле. Дявол никога не се е страхувал от нашите исповеди. Дявол не имеет страха от наших исповедей. Той се страхува от този, който е зад нас. Он боится того, кто за нами. На 24 ноември 2012 година. 24 ноември 2012 года. Аз имах уникално преживявание. У меня было одно уникальное переживание. Бях напълно разбит. Был полнощи разбит. Следствие на определени ситуации в моя живот. Следствие того, что у меня были определенные ситуации в моей жизни. И всичко, бях на церква. Я был в церкви. И всичко, което можех да направя и да плача пред Господ. Все, что я мог сделать тогда, это просто плакать пред Господом. Нямах силы да кажи нищо. Не было сил даже сказать что-то. Само казах Господи, аз съм по-беден от най-бедния циганин в България. Только я говорил, что я бедней, само бедно от циганина в България. И тогава преживях точно в дълбочината на това отчаяние. И точно тогда я пережил что-то в самое глубине, свое отчаяние. Духът ми попадна в тронната зала на царя. Мой дух попал в тронната зала царя царей. И аз бях в духа си, паднах пред тронна на Исус Христос. Я бил в духи и я упал перед тронна, где възсидал Исус Христос. И аз бях в Негоите крака. Я бил у Его ног. И само плачех. И только плакал. И Господ сложи нежно ръка на рамото ми. И Бог нежно положил свою руку на мое плечо. И казал, встань, сын мой. Защото аз ще преобърна Твоите всичко в победа. Потому что я все переверну в победу. И в следващите моменти Той ми даваше различни видения. И в следващите моменти Той ми даваше различни видения. И едно от тях беше. Той ми показал Божията армия. Он показал мне Божия армия. И тази армия на святиите, на вярващите. И это армия святых верующих. Тя вървеше по едно бойно поле. Она шла по одному боевому полю. Полю сражения. И нейният марш беше такъв с някакъв владяващ ритъм. И марш, эта армия бъл с каким-то безумным таким ритмом. Те не бързаха. Они не торопились. Но не се и бавиха. Но и не шли медленно. Те маршироваха с едно равномерно темпо. Они маршировали с одним таким равномерным темпом. Но всички крепости на врага падаха пред тях. Но все крепости врага они просто падали. Те завладяваха и помитаха всичко по пътя си. И эта армия завладевала и просто всеми пространствами, по которым шла. И аз се удивих, казах, вау, страхотно. И казах, ние верващи сме, голяма работа. И сказал му верующие, это большое дело. Докато не видях. Пока не увидел. Огромният лъв над тази армия. Огромного лева над этой армией. Този лъв пеше над армией. Этот лев был над армией. И когда армия только приближалась к какой-то крепости, Той надаваше мощен рев. Этот лев давал очень мощный рев. И от силы этого рев, Стените на крепостите падаха. Стены эти крепостей, а не просто рушились. И тогава разбрах. И тогда я понял, Че всъщността, Что сущность, На нашата победа, Наши победы, Е лъвът от племято на Юда. Это лев из колена Иудина. Мы сами по себе не можем да оплашим врага. Той ще се оплаши тогава, Когато лъвът е в нас. Враг испугаясь только тогда, Как да увидите льва в нас. Амин. Амин. Слава да бъде на името му. Слава бъде его имени. Амин. Слава Богу. Амин.